КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миссис Гокинс, доктор Лайвиси ранен. Его надо спрятать. Выздоравливай, Лайвиси. Через ущелье у старой мельницы мы проберемся к лагерю и снова пойдем в наступление. Миссис Гокинс, доктор Лайвиси. Командир, наш отряд в Южной долине потерпел поражение. Доктор Лайвиси с несколькими бойцами отступает вдоль берега по направлению к Бенбоу. А почему же вы здесь, капитан? Мой командир, у нас нет пороха. Нам нечем драться. Пороха? У вас нет пороха? Ну, с порохом сумеет драться каждый. А сабли? А ножи? А зубы? Зубы, которыми можно перегрызть врагу глотку? Или у вас уже не осталось зубов, капитан? Вот порох смолит. Но ведь это последний. Да, последний. Значит, надо беречь порох. Значит, надо врасплох напасть на этих бешеных псов и у них отобрать порох. А потом вы забываете, смолит, о наших друзьях из свободной Франции. С часу на час должен прибыть корабль с оружием. А может быть разумнее? Самое разумное, смолит, исполнять приказ командира. Пробиться к Бенбоу и выручить Лайвиси и его ребят. До скорого свидания, миссис Гокинс. Берегите Лайвиси. Берегите Лайвиси. Стакан Рому. Женя, стакан Рому. Хорошо, мама. Я у вас погощу. Я человек покладистый. Ромб, свиная грудинка, яйца. Вот все, что мне нужно. Откуда вы? Кто вы такой? А? Какое вам дело до этого, миссис? Неспокойно на острове. Зовите меня капитаном. Да поменьше болтайте, что я здесь живу. Дженни, комнату наверху, господину капитану. Хорошо, мама. У нас нет слуг, только я с дочкой. Всем лучше. Этот сундук я люблю носить сам. КОНЕЦ Смотреть в оба на вахте. Если появится моряк на одной ноге, свистать всех наверх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дженни. Дженни. А кто там стучал внизу, Дженни? Не волнуйтесь, ляйтесь. Это какой-то моряк. Он будет жить наверху. Спасибо, Дженни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эй, хозяйка! К Рому! Где же ты, дорогой Билли? Отчего не выходишь встречать своего старого корабельного друга? Я принес тебе привет от Одноногого! Одни убиты пулями, других убила старость Йо-хо-хо, все равно забор Попугай старого Флинта? Значит, и ты здесь бил! Выходи скорей! Или ты что, решил со мной играть в прятки? Ладно! Ты выследил меня, Дик! Говори, зачем пришел? Я пришел за картой! Не сумели сберечь своего? Теперь гонитесь за чужим? Ха-ха-ха! Уходи вон! Эх, Билли, Билли! Много воды утекло с нашей последней встречи! У тебя даже стала короткая память! Был закон и джентльменов удачи! Дай мне твою правую руку! Чёрная метка! И всё равно я не отдам карту! АПЛОДИСМЕНТЫ ВОДИСМЕНТЫ ВОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Какой ужас! Мне нужно сняться с Яколя. Лявиси, это тот моряк, о котором я вам говорила. Он ранен. Раму! Слово Ром и слово Смерть для вас означают одно и то же. Но, поверьте мне, я доктор. Все вектора швабры, что они понимают в моряках? Я был в таких странах, где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от желтой лихорадки, а землетрясения качали сушу, как морскую волну. Что знаете вы, доктор, об этих местах? И я жил Ромом. Да, да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом. О! Негодяи, пролюхали где я. Я не боюсь их. Билли Бонтс отдаст концы и снова обставит их. Дико страшный человек, но одноногий, который его прислал ко мне, еще страшнее. Не отдавайте им сундук! Не отдавайте! Там, там есть карта. Я один знаю это место. Старый Флинт сам передал мне перед смертью. Смотри, мопа, на махте! Пясти, пясти! Пясти, 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 пясти! Вот карта. Рименем короля! Рименем короля! Поднявших восстание в Южной долине! Восстание? Какое восстание, сэр? Не прикидывайте с дурочкой. У нас есть точное сведение, что вы даете приют этим разбойникам. А помните, сэр. Довольно болтать. Приступить к обыску. Здравствуйте, сэр. Вы кого-нибудь ищите? Но у нас никого нет, сэр. Один только постоялец, Билли Бонс. Да и кто-то... Мы это сами увидим. Эй, кто здесь? Имя? Мое имя Билли Бонс. Называют меня капитаном. С какого корабля? Этот глаз я потерял на корабле неустрашимого адмирала Гока. Жду нового боя, чтобы потерять и второй. Под командой адмирала Гока. Руки вверх. Назад! Сверхно! Уведите пленных. Я рад вас видеть. Лавите. Есть печальные вести. Везли нам оружие и порох. Мой командир, у нас будет оружие. У нас будет порох. Вот смотрите. Эту карту мы нашли в сундуке убитого здесь моряка Билли Бонса. Это карта острова, где знаменитый Флинт хранил несметные сокровища. Но чтобы доплыть до этого острова, нам нужен корабль. Нужны деньги. Если мы отдадим половину этих сокровищ какому-нибудь богачу, ну хотя бы этому мошеннику Трелони, он дарит сколько угодно денег на снаряжение экспедиции. Трелони? Как можно иметь дело с этим грязным ростовщиком? Иного выхода нет. Надо перехитрить эту шельму. Попробуем расплатиться из его кошелька. Это будет единственный случай, когда проценты получат те, кого он грабил всю жизнь. Но если он знает, кто мы такие. Позвольте мне переговорить со Сквайром Трелони. Если к нему пойду я, он ничего не будет подозревать. Прекрасная мысль, Дженни. Идите. Но только, сэр, это должна быть страшная тайна. Дитя моя, неужели ты не знаешь, что я нем как могила? Твой отец сорок лет арендовал у меня землю. Тебя я знаю с пеленок. Ты можешь мне довериться вполне. Сэр, вы можете стать во много раз богаче, чем теперь. Вы, сэр, можете овладеть несметными сокровищами. Да. Но вы испугаетесь, сэр. Пусть тебя это не смущает. Говори, говори, дитя мое. Сэр, слышали ли вы о капитане Флинте? Слышал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный из всех пиратов. Он ограбил и потопил сотни кораблей. О, это был смелый разбойник. Откровенно признаться тебе, я иногда даже гордился тем, что Флинт андичанин. А ты почему спрашиваешь, слышал ли я о Флинте? Потому что есть люди, которые знают, где зарыто сокровище. Флинт. Говори, дитя мое, только помнишь, что это тайна. Страшная тайна. Никто не должен знать об этом. Ой, да ведь я только вам сказала, сэр. Ну да ты мне, я другому, и будет знать вся страна. Ну, говори, говори. Да, но помните, что половина сокровищ должна принадлежать тем, кто откроет вам эту тайну. А может быть треть? Ой, нет, сэр, половина. Ну, хорошо. Только не мучай меня, ну не мучай меня! Мой командир, мы готовы к отъезду. Ну, в добрый час, ловися. Вы, Смолит. Только вам мы можем доверить такое трудное и опасное дело. Зорко следите за этим бестией Трелони. От него можно ждать любой подлости, любого предательства. Каждый час, каждую минуту, вы должны чувствовать биение наших сердец. А мы будем чувствовать биение ваших сердец. До вашего возвращения продержимся. Только скорее, и с пустыми руками не возвращаться. Ну, желаю успеха. Прощайте, Джейн. Плайвиси, возьмите меня с собой. Нет, это невозможно, Джейн. Я не могу вас подвергать такой опасности. Плайвиси. Доктор, доктор, что вы так долго? Нет, нет, это невозможно. Вы нас задерживаете, доктор. Невозможно. Нет. Невозможно. За этим чемоданом смотрите в оба. Там важные документы. Надолго пожаловали, сэр? Мне нужно купить карат. Мы отправляемся в опасное путешествие. По одному делу. О, я охотно помогу вам в этом, сэр. У меня есть старинный приятель. Он вам все устроит. Чудесно. Я вас отблагодарю за это. Я вам помогу! Я вам помогу! Я вам помогу! А-а-а-а! А-а-а, вот, кстати, мой друг Блендли, о котором я вам говорил, сэр. Мне нужно купить корабль. Это должен быть прекрасный корабль, готовый к любым опасностям. Есть подходящий корабль, отличная шхуна, испаньола, с готовой командой, достопочтенный сэр. Мой лучший друг, мистер Блендли, мы можем доверять ему вполне. За здоровье моего лучшего друга, достопочтенного сэра Триланя. За здоровье капитана! А-а-а! 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 Не нужен ли боцман на ваш корабль, адмирал? Лучшего бот с мровавом не найти. Вы, может быть, хотите знать, кто я? Меня зовут Джон Сильвер. Я потерял ногу в бою на корабле под командой сэра Вальтера Ралли, и это могут подтвердить все. Израиль Ганс, ты должен помнить это. Уже будучи одноногим, Джон Сильвер уложил своим кортиком девять врагов. Андерсон, знаешь ли ты Джона Сильвера? Кто помнит, как был захвачен Сан-Томас в устье реки Оренока, тот не может забыть одноногого Джона. А ты, Джордж Мэри, знаешь ли ты Джона Сильвера? Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского. Есть ли кто-нибудь из вас, кто не знает Джона Сильвера? Я не знаю Джона Сильвера. Мне кажется нам, сэр, что набор команды следует поручить мне, капитану. Дорогой капитан, вы видите перед собой настоящих испытанных моряков. Может быть, они неказисты на вид, но все это отчаянные храбрецы, верные и надежные люди. Отчаянные храбрецы, верные и надежные люди. И все-таки сыр, ну, двоих троих, значит, хотите, можете нанять жами. А остальных я беру у моего друга, блядь, блядь. Прошу вас, достопочтенный адмирал, осмотреть Испаньолу, флагманский корабль вашей эскадры. Ура! 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 Смолин. Мне кажется, что этот одноногий и его люди не хуже нас знают о сокровищах Флинта и догадываются о цели нашего путешествия. Может быть, было бы разумнее, если бы... Самое разумное, как можно скорее достать деньги и оружие. Грей! Грей, за защиту Джойса и Гюнтера. Будьте готовы к отплытию. Грей, за защиту Джойса и Гюнтера. Будьте подписаться на Ордин и Гюнтера. Мой nazi бурщ Pengент Все равно на борт! Море принимай обломки, Мертвых похоронит мрак. Строют от людей потемки, Подвиги морских бродят. Проклянут не раз под ломки, Черный наш пиратский флаг. Нас зародила тьма, Мы бродим, как чума. Близится час, служит приказ, Дьявол за нас! Эй! Пятень, не смелее, Разворачивай парень, Бьет, охоти, Не сменись, Дьявол за нас! Один, и виды буль, И другие буль, и луста. Бьет, охоти, Все равно на борт! Все равно на борт! Ай! Не знаете ли вы, где набирают команду на корабль Сквайра Трилани? А ты кто такой? Меня зовут Джим. Я хочу участвовать в этом плавании. По адмиралу и юнга. Что можешь делать, парень? Стряпать умеешь? Есть! Стряпать умеешь! А ром пить умеешь? До дна и не отрывайся. Посмотрим, выкипи из тебя моряк. Ай! 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 Если ты назвался смелым, значит не дрожи в бою. Ты сумей отважным делом смелость доказать своих. Слабые душой и телом в нашу не войдут семью. Убит, а смелый победит, море поет! Море поет, море зовет! Эй! Приятели, смелей, разворачивай парус! Йо-хо-хо! Печелись, качать! Одни убиты полями, другие купила старость! И я все равно... О-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо-хо! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Джойс, тебе не следует заниматься тяжелой работой Ничего, капитан, на острове найдется время для отдыха Здравствуй, Грейд Добрый день, капитан Отдай мои пиастры Прекратить драку Вам разве неизвестно, боцман, что на корабле запрещена игра на деньги? Эй, вы! Выброшу кости за морд? Почему муштеты на руках у матросов? Боцман, вы распустили команду Я вас уже предупреждал Еще одно замечание, и вы будете смещены Выбирать деньги Спрячь пиастры Пиастры, пиастры, пиастры Пора захватить их оружие А самих выбросить за борт Своим цаи сына и святого духа Вышвырнуть за борт И остаться без карты Ты всегда был идиотом Израиль Гангель Старая обезьяна Если у нас будет все оружие Пистолеты к вискам И карта в кармане А кто поведет корабль к острову? Я, Джордж Мэри Израиль Ганс Мы все моряки Ты хочешь сказать? Матросы, Андерсон Я побольше вашего плавал в океане И то не возьмусь за такое дело Ну и что же, по-твоему, Джон? Не подавать виду Что мы знаем о цели путешествия Пусть они выроют клад И доставят его на Испаниолу Ну, а дальше? А дальше Отправимся в обратный путь И пустим их гулять Что? На дно морское Так гласит великий пиратский закон Джентльменов удачи Или перережем их, как свиньи По тому же закону Так всегда поступал старый Флинт И добряк Билли Бонс Да Добряк Билли был в мостах на такие дела Мертвые не кусаются Говаривал он Помяни, Господи, царя Давида И всю кротость его Да Мертвые не кусаются Когда я разбогатею И стану членом парламента И буду разъезжать В золоченой карете Я вовсе не желаю Чтобы ко мне ввалился Как черт к монаху Один из этих полтунов Когда я служил под знаменами Герцога Кумберленского А все-таки надо захватить оружие И я это сделаю, Джон Веревка давно скучает По твоей бараньей шеи Кто там? Корабельный Юнга, Джим Корабельный Юнга, Джим? Мы давно в море Почему я вижу тебя впервые? Меня нанял Боттмарк Что тебе нужно? Дженни? Дженни Гокинс? Как вы попали на Испаньолу? Что означает этот костюм? Об этом потом, капитан Есть дело поважнее Я слышала их разговор Они знают все Они хотят захватить оружие И убить вас Значит, Лайвиси был прав Я сейчас позову его Надо действовать Нет! Умоляю вас Умоляю вас Не говорите ему Что я здесь Пусть он об этом узнает После Команда ничего не подозревает Я останусь среди них И буду наблюдать Если я что-нибудь узнаю Я сообщу вам Ты зачем шляешь всех капитану? Ух Команда ничего не могла узнать Это ложь Ложь Я был нем, как могила Наш матрос Лгун и предатель Покажите мне его Покажите мне его Позовите его сюда Я заборю этого негодяя Довольно Капитан здесь я А главного болтуна Вы можете увидеть в зеркале Я предлагаю Я предлагаю Я предлагаю теперь же Напасть на них врасплох И в открытом бою Решить дело Ваша горячность Ваша горячность Сделает вам честь Слависи Но силы не равны Вы Я Джойс Редру Гюнтер Абрам Грей Словом Все те, кого мы взяли в Дублине И может быть еще тот матрос Который мне сообщил о заговоре Мистера Трелани Мы принимать в расчет не будем Значит шестеро против тринадцати Или в лучшем случае Семеро против двенадцати И потому Не нападать А выжидать И готовиться Я понимаю, дорогой Лайвиси Что это не так приятно Но в наших условиях Все остальное Грозит гибелью Надо действовать так Вы, Лайвиси Возьмете карту У мистера Трелани? Нет Нет и нет Я адмирал Я начальник экспедиции Я Хозяин из твоего Вы, Лайвиси Возьмете карту У мистера Трелани? Какую карту? Карту Карту? И спрячьте так Чтобы ее не смогли найти Кооператы Но и никто из нас Что касается оружия Сделаем так КОНЕЦ 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 ЭЙ, Вы Слушаться капитана Безморствует дурачёв, стадо баранов, олухи! Эй, Юнга, работать я не потерплю на корабле любимчиков! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, как только мы подойдём к острову и бросим якорь, мы разрешим команде отправиться на берег А если они устроят бунт и потребуют карту, мы запрёмся в каюте и будем защищаться А если они... Ведь всё оружие в наших руках, у них только несколько мушкетов, перевес на нашей стороне Но я думаю, что этого не случится Джон Сильвер крепко держит их в руках и не допустит бунта Они высадятся на берег и будут стараться найти клад без карты Следом за ними высадимся и мы И займём крепость флинта, мы там будем в безопасности И пока они как слепые котята будут буждать по острову Мы вырым клад, вернёмся раньше их на испаньонов и впустимся в обратный путь Обрать хливер, фальшкот Играет хливер, фальшкот Все вы порядком устали Прогулка на берег никому не повредит Двойная порция грогу на дорогу Ура! Всем ехать на берег, всем! Когда я служил под знамёнами герцога Всем ехать на берег, всем ехать! Пора не головы Знаю я вас, налакаетесь Рому, а потом на виселицу Поверьте, Джон! А, на корабле останется ты, ты и ты, Андерсон Смотреть Боба на лахте Если они что-нибудь затеют, сообщите Смотреть Боба на лахте Стереть шлюпки, юнга! Что за дьявольское наваждение? Сам Флинт говорил мне, белый камень, между трех сотен, 50 шагов вправо, вход в пещеру. Где ж пещера? Повини, господи, царя Давида и всю кротость его. Ты оба, должно быть, были пьяны, как верблюды. Ты и капитан Флинт. Если б у нас в бою за кошачье логово был такой благаус, мы могли бы из него перестрелять всех королевских собак, как куропаток. Когда мы достанем сокровища Флинта, у нас будут крепости получше этого сарая. Что? Что вы сказали, капитан? О, теперь мне все ясно. Теперь, наконец, я понял, с кем имею дело. Лучше поздно, чем никогда. Да как вы смеете? Если бы я знал, что вы за люди, так я лучше бы ушел с Джоном Сильвером. Это никогда не поздно, господин ростовщик. Правильно. Такому ростовщику самое место с пиратами. Что случилось на Испаньоле? Эти скоты напоили нас, а сами сбежали на остров. Где Сильвер? Не знаю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Эй! Пока вы здесь, как бараны, ищите клад, эти скоты обманули нас и удрали с картой на остров, держа курс на западную сторону, к блокгаузу старого флинта. Здесь лес. Надо пройти к белым камням и потом подняться на гору. Ловися! Ловися! Дженни! Дженни Гоккинс? Эй! Кто идет? Капитан Джон Сильвер хочет говорить с вами! Капитан Джон Сильвер не слыхал про такого. Это я, сэр. После вашего дезертирства команда выбрала меня капитаном. Что вам нужно? Только карта острова. Если вы отдадите нам карту, мы достанем клад и на обратном пути высадим вас на берег в полной сохранности. Что вы не получите, клад не найдете. Кампаса у вас нет, и судном управлять вы все равно не умеете. Я открою, что Юнга Джин... Ты захотел обмануть старого Джона? Джон Сильвер не любит предателей. Убирайтесь вон! Мы еще встретимся с тобой, Юнга! Мы еще тебе поджарим пятки! Ты будешь знать, как шляться к капитану и доносить! Ну что ж, благородные джентльмены, когда вы попадете в руки джентльменов удачи, вы живые будете завидовать мертвым. Мне не надо учить вас драться, друзья. Помните только одно. Каждый ваш выстрел, каждый смертельный удар по пиратам приближает нашу на родине. К оружию, граждане! Да здравствует свобода! Бей барабан в походную тревогу, Время не ждет товарищи в дорогу. Нас враг живыми не возьмет, Наш путь к победе приведет, Наша заря взойдет. Мы свободное, гордое племя, Мы боремся за каждый шаг, Ружья за плечи и ногу стремя, Кто не с нами, тот и трус, и враг. Бей барабан в походную тревогу, Время не ждет товарищи в дорогу. Ружья за плечи и ногу стремя, Ружья за плечи и ногу стремя, Кто не с нами, тот и трус, и враг. Глян ружья за плечи и туши и ногу стремить, Кориева за плечи и ногу стремиться полосы Эй, тащи хворост! Живей! Спасите! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Не бойся меня, Юнга Я ненавижу Антонокова Я один знаю тайну острова Сокровище Шалаше Шалаше? Бен Ган? Старый осел, неужели ты не мог промахнуться, как промахнулся в первый раз в жизни старый Флинт, стреляя в этого каторжника? Где-то он, Бен Ган, помогал Флинту прятать сокровища Если бы мы взяли его живым, мы и без карты узнали бы, где лежит клад Грязный осел! Довольно шутить? Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! На лёд! Капитан, здесь я! Посьмите только тронуть, и вы будете иметь дело со мной! Хотя у меня не все ноги дома, я сломал свою клюху! А вы это животное! Я всё-таки увижу, какого цвета у вас внутренности! И хорошо помни свои права, капитан Но ты забываешь наши общие интересы Мы уходим на совет! Я один только знаю, кто ты Я постараюсь спасти тебя, девчонка Но если уж потом мне придётся плохо Выпутывай старого Джона из петли Я... я сделаю всё, что могу Услуга за услугу Ага Ветер крепчает Я буду капитаном! Поехали! Пойдём! Ветер! Пошёл в ветер! Пусть Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Амин А, черная метка Я так и знал Ты хочешь стать капитаном, Ганс? А пока дай огоньку, моя трубка погасла Живей! Живей, сборщики! Мы приступим к выбору нового капитана Помяни, Господи, заряд обидуешься укротно сему Я думал, что ты действительно знаешь правила джентльменов удачи Вы должны сначала выложить не обвинения А я ответить на них До тех пор я капитан И ваша черная метка стоит не больше покрытого плесенью сухаря Ты хочешь знать обвинение Это благодаря тебе мы им дали доплыть до острова Это ты выпущу корабля Мы здесь карты Это ты не даешь расправиться с этим предателем Молчать! Молчать так, как вы молчали 20 лет, когда начинал говорить Джон Силлер Друг и брат итальянских пиратов Нас никто не может обвинить без корысти и жалости У вас нет ни капли здравого смысла Чего-то рассмотрели ваши матери, отпуская вас в море Вы хотите знать, почему я не отдаю вам юнгу? Нам нужен заложник Поджарить ему пятки мы всегда успеем Но пока он жив, поверьте старому Джону Чтобы спасти мальчишку, они сами приволокут нам И карту, и кладь Ха-ха-ха И карту И клад Ха-ха-ха Тогда И карту, и кладь Капитан! Доктор Левисин Передайте доктору Лайвесе, что капитан Испаньолы, Джон Сильвер, согласен говорить с ним Молодина, Джон, крепкая голова Что вас привело сюда, сэр? Я прошу освободить Юнгу Джима Вот как? Юнга, наверное, оказал вам большие услуги, чтобы так дорожить его шкурой Ну что же, мы можем вернуть вам вашего Юнгу на таких условиях Вы приносите нам карту острова Ту самую карту, которую кто-то из вас украл у нашего друга Билли Бонса Вместе с нами идете туда, где хранится клад Иначе кто вас знает? Может быть вы подмените карту и заставите нас, как старых верблюдов, искать клад там, где его никогда не было Мы достаем клад, мы грузим его на Испаньолы, вы доводите судно до ближайшего порта, и мы высаживаемся на берег И тогда Юнга Джим переходит к вам в полную собственность Я должен это решить с моими друзьями Дайте нам 24 часа срок 24 часа, когда речь идет о полумиллионе фунтов стерлингов? Это возможно Эти 24 часа Юнга Джим должен быть в полной безопасности И это возможно Юнга Джим проведет эти 24 часа в моей капитанской каюте Под присмотром двух надежных людей Я буду охранять Юнгу Во имя Отца и Сына и Святого Духа Ты? А? И ты? Джордж Мэй За Юнга ответишь головой? Когда я служил в познаменном А? Ну? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА